Из-за его непродуманных, необдуманных, поспешных действий... Почему премьер-министр не принял предложение российского президента 19 октября? Между тем, на четвертый день войны он уже знал о том, что война будет проиграна. Он имел письменное заключение Генерального штаба о том, что война, которая ведется, не вероятнее всего, а определенно будет проиграна. Но это не просто пустые заявления, это сообщение о преступлении, которым должна заниматься прокуратура и следственные органы. Это слишком похоже на запланированное поражение. Какая под этим мотивация, это дело должны расследовать уже следственные органы. У нас есть обоснованное подозрение, что здесь что-то произошло не так, как должно было происходить в воюющей стране. В мое время не было еще... Сегодня премьер-министр имеет самый высокий антирейтинг. Ни одна политическая партия не имеет столь высокий антирейтинг, который сегодня имеет действующая власть. Вообще, эта власть должна была 10 ноября встать на колени, попросить прощения у народа. Если было бы у них достоинство, может и застрелиться. Это провал немецкой группы, это провал политики армянских властей. Переговорный процесс в тупик загнала немецкая группа. Напротив, немецкая группа призывала быть конструктивнее. Если будут выборы неочередные, я буду в них участвовать, значит, да, я претендую. Иначе какой смысл участвовать в выборах? Претендую на участие, претендую на победу. И, значит, претендую на то, что что-то в этой стране надо менять, что-то надо исправлять. Я думаю, у меня есть достаточно опыта. И, так скажем, трек-рекорд. Это то, что было сделано в годы моего президентства. Чтобы восстановить прогнозируемость, управляемость и динамичность в развитии страны.